Вход это у нас как бы пункт обогрева называется. Не вижу я здесь. Раздевалка, пункт обогрева. Не вижу. То есть будет написано раздевалка, пункт обогрева. Это финальная проверка. Традиционно наиболее массовым местом крещенских купаний становится река Клязьма в городском парке в Щелкове. В прошлом году в купель здесь окунулись порядка двух тысяч человек. В этом ожидают еще на тысячу больше. И подготовка нужна соответствующая. Алексей Валов лично осмотрел помещение для переодевания и обогрева. Нужный температурный режим будут поддерживать две тепловые пушки, поэтому потребовал обеспечить пожарную безопасность. Год назад он сам купался здесь, поэтому знает, как все должно быть. Почему сено на спуске к проруби не уложили? Организаторы заверяют, положим, все заготовлено. Также все предусмотрено и для того, чтобы вычерпывать лед из замерзающей полыньи. Зам по безопасности Евгений Петеримов доложил своему руководителю, что соблюдены все нормы и рекомендации как МЧС, так и медиков. И тем не менее Алексей Валов потребовал работать на опережение. Если что-то не отрегулировано, скажите сразу, чтобы до вечера успеть поправить. Например, хватит ли всем горячего чая, не нужно ли доставить к месту купания дополнительные термопоты. А еще надо подумать о тех, кто будет стоять в очереди. В прошлом году ожидание занимало порядка 45 минут, а ночью, по прогнозам, у реки ожидается до 16 градусов мороза. Все понимаю, сделать, пожалуйста, максимальное удобство для людей, которые придут и будут стоять в очереди. Может быть, даже, я не знаю, может, там чай начинать выдавать. В целом, готовность Крещенской купели в городском парке Алексей Валов оценил удовлетворительно. Нужно все равно приедем проверять. Увидим, что все элементы, которые здесь были продекларированы, будут стоять и обеспечивать и безопасность, и, соответственно, комфорт при проведении этого мероприятия. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».